Всем привет, я Влад и это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка Альфа Доберман карабин в калибре 6,35 мм и длиной ствола 350 мм. Вот такая вот красотка, да. Давайте начнем с того, что я расскажу немножко про приклад. Приклад в данной модели прикручивается, то есть в коробке изначально винтовка поставляется с прикладом, который просто лежит рядом. Прикрутить его проблем никаких не вызывает, никаких дополнительных инструментов также не понадобится. Вы можете регулировать его, как вам удобно. И помимо этого в прикладе есть также и рельефный тыльник, который, конечно же, увеличит сцепление с поверхностью плеча. Щечка не регулируется никак. Теперь идем дальше по комплекту. Обязательно, обязательно паспорт изделия, где описано все, что можно и нельзя касательно данной винтовки. И вот такой вот, опять же, стандартный пакетик, где есть ключ для того, чтобы снять манометр, комплект уплотнителей и два заправочных штуцера. Опять же, все стандартно, но тем не менее приятно. Повторюсь уже в какой раз. Давайте же посмотрим на винтовку поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель российского производства от компании Деберман, которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Вместе с винтовкой поставляется семизарядный барабанный магазин. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями калибром 6,35 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Для этого воспользуемся затвором, который находится на правой стороне корпуса. Ничего сложного, все очень даже просто. После этого, да, винтовка может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, по той причине, что стреляет винтовка исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком и защитит вас от случайного выстрела. Модератор у винтовки встроенный и снижает громкость выстрела. Для прицельной же стрельбы винтовка оснащена планкой Viver 22 мм, куда вы сможете с легкостью установить дополнительное оптическое оборудование, как, ну, например, сделал это я. Ну, все верно, да, оптика в комплекте не идет, и вот ее нужно будет докупать отдельно. Но это не проблема, потому что у нас в магазине огромный выбор оптики, и я думаю, что вы явно найдете что-то для себя. Под стволом планок у данной винтовки, увы, тоже нет. Длина изделия 600 мм без приклада, из которых 350 мм, это длина ствола. Калибр 6,35 мм, объем ресивера 278 кубических сантиметров, вес винтовки 2 килограмма и 500 грамм. После возвращения к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 290 метров в секунду. Но на территорию России винтовки поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной винтовки не нужны никакие дополнительные документы. Просто приходите и покупайте. Ну, конечно, да, все верно, вам обязательно должно быть 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу, и, друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и пишите в комментариях, как же вам винтовка, или же задавайте вопросы, можете на ее счет, можете не только на ее счет. В любом случае, я на них с огромным удовольствием отвечу. Ну а я что, я вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров!